Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас среда, 10 июля 2024 года. Давайте мы вместе с вами разберем события, которые повлияют на жизнь в Латвии. Либо уже повлияли. Разберемся поподробнее. Начинаем. Рига стала заброшенной стройкой. Латышских националистов оставили без денег. Власти заговорили о повышении налогов. Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались незамеченными. Начинаем. Первое событие. Министерству образования поставили НЕУД. Оценочка такая, неудовлетворительная. Государственный контроль изучил все, что связано с обучением и работой латвийских педагогов. Проблем обнаружено немало. В частности, согласно заключению государственного контроля, работа Министерства образования и науки МОН недостаточно эффективна, чтобы обеспечить подготовку необходимых для системы образования педагогов и вместе с учредителями и руководителями учебных заведений способствовать их удержанию в профессии. Так как треть молодых педагогов уходят из сферы образования в течение первых пяти лет. Второе событие. Я буду их перечислять, конечно же. Рига стала заброшенной стройкой. Ну, Рижане. Вам отдельный, конечно же, привет. Повторяю. Рига стала заброшенной стройкой. Вслед за недостроенными из-за нехватки денег объектами, я всегда называю ее узкоколейкой, Раил Балтика, в латвийской столице появилась еще одна огромная заброшка. Что это за заброшка? Литовский инвестор, который пару лет назад взялся перестраивать квартал в районе бывшего дома печати, остановил работы. Объект находится в самом центре Риги, на левом берегу Даугавы. Стройка заброшена, на самом деле, еще с начала года. Но сейчас об этом объявлено официально. Третье событие. Националистов оставили без денег. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией КНАП распорядилось о возвращении национальным объединением в государственный бюджет незаконно израсходованных финансовых средств в размере 210 тысяч евро. Кроме того, приостановлено бюджетное финансирование партии на один год, учитывая предстоящие и будущие, в будущем году выборы самоуправления, националисты оказались в незавидной ситуации. Четвертое событие. Внимательно послушайте. Налихачей найдут управу. Водители, слушайте внимательно. Число радаров средней скорости в Латвии планируется увеличить как минимум в три раза, заявил министр сообщения Каспар Брискинс. Он также полагает, что в Латвии следует ввести штрафы за превышение скорости до 10 километров в час. До 10 хотят ввести. В прошлом году в стране были установлены первые 16 участков контроля средней скорости. В этом году планируется установить еще 17 радаров, в том числе на месте двух серьезных аварий, произошедших сразу после Лига. Пятое событие. Власти заговорили о повышении налогов. Коалиция будет обсуждать болезненные решения в контексте изменения налогов, заявила премьер-министр Эви Кассилини. Ее слова были расшифрованы однозначно. Грядет повышение налогов. Иначе откуда возьмется боль? Вопрос. Однако, премьер загадочно, загадочно добавила, латвийцам не следует тревожиться по поводу предстоящих изменений, поскольку правительство думает о том, как пересмотреть налоги таким образом, чтобы это принесло пользу населению. Вы представляете, как надо заявить пользу населению? Правильно. Молодец. Посмотрим. Дальше. То есть налоги повысят, но все этому будут только рады? Вопрос. Извините, друзья. Такая информация серьезная, друзья. Это вообще. То есть налоги повысят, но все этому будут только рады? Вопрос. Вопрос. Что-то новенькое. Налоги повысят. Смотрите. Но все будут этому рады? От налогов? Радости, как я говорю, полные штаны. Держитесь, крепитесь, народ. Не знаю, терпение. О, Господи. Шестое, друзья, шестое событие. Работодатели ищут симулянтов. Каких симулянтов? А вот каких. Организации, представляющие работодателей, подняли шум. Подняли шум. Можно точку поставлю? Вот про все эти события я по отдельности называл. Вам помните, друзья? Вот сейчас мы перечисляем. Ну, некоторые, возможно, я и не перечислял. Но послушайте внимательно. Очень полезная информация. Организации, представляющие работодателей, подняли шум. Якобы в стране расплодились симулянты, имитирующие болезни. А больничные часто приходится оплачивать и бизнесменам. Латвийские чиновники, реагируя на скандал, решили сами поискать симулянтов. Но нашли совсем немногих. Так, в прошлом году было 404 заявления о якобы необоснованности больничных листов. Но лишь в семи случаях, из 404, в семи случаях, было вынесено решение о полной отмене больничного листа. А в семнадцати случаях были отменены отдельные дни нетрудоспособности. Наконец, седьмое, друзья, седьмое событие, которое повлияет на жизнь в Латвии. У народа, друзья, замечу, подчеркну, у простого народа. В Латвии под Иецовой будет налажено производство боеприпасов. По информации от военных, даже подчеркну, по информации от военных, чтобы мне не задавали вопросы, что я тут какие-то секреты выдаю. Тут ничего, уже все, буквально все сайты пестрят только об этом. Пестрили и дальше. Это будет завод по производству модульных пороховых зарядов для артиллерийских орудий мощностью 50 тысяч снарядов в год. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Затраты на строительство и закупку оборудования составят 12 миллионов евро. Из них 1 миллион евро софинансирование Европейского Союза. Еще точку ставлю. Сейчас я вам объясню. Затраты, повторю, затраты на строительство и закупку оборудования на этот завод составят 12 миллионов. Слышали, да? Из них 12 миллионов. Это с наших карманом. С ваших, с наших. С общего, со всего населения. Да, да, друзья. 12 миллионов, да? Из них только 1 миллион евро. Один. Из 12. Значит, нам что? 11 надо добавлять, да? Вот смотрите. 1 миллион евро софинансирование Европейского Союза. Смотрите, уже 12, 11 и 1. 11 миллионов это с наших карманов и 1 миллион подкинули с Европейского Союза. Софинансирование типа. Вот так вот, друзья. Я уже давным-давно предупреждал, сколько лет обратно, что оттуда денег не будет. Не будет. Ну так для виду, чуть-чуть так для виду, знаете, для поддержки настроения, чьего настроения, не знаю. Ну, вы понимаете, да? Все будет тянуться с ваших и наших налогов и так далее. С ваших наших карманов. На этом, наверное, буду заканчивать, друзья. Тут комментировать. Тут даже нечего комментировать. Денег нет, но выдержите. Вот весь мой комментарий. Денег нет, но выдержите. Хорошего вам настроения. А как же нам обещали? А что-то тишина, да? А что-то ничего. Друзья, я хотел новости сделать про индексацию. Какую индексацию? Ну, вы скажете, Сергей, ну, тут новости... А что вы хотели? Конечно же. Как же? Пенсионеров полмиллиона, почти полмиллиона в стране. Они что, не люди? А, это уже другая тема. Вы скажете, да? Нет. Это не другая тема. Это именно вот эти все... Это только топ-7 событий. Этих событий тысячи, друзья. Тысячи. Ну, ладно, пускай сотни. Не такая у нас и великая страна, огромная такая по территории, а тем более по населению. По населению она из самых маленьких. Друзья, посчитайте. Сравните. Где народ? С кого это будет тянуть? С пенсионеров. В первую очередь с пенсионеров. Инвалидов. Детей и так далее. Вы понимаете, да? Ну, это я уже перехожу плавно. Демография. Вот почему отсюда все уезжают. Ну, не все, конечно же. Ну, и основная масса людей давно уехала отсюда. Видит, что здесь что будет, что, что. Какие события повлияли? Ой, етиш. Ой, ой. Ой. Все, друзья. Я заканчиваю. Пишите в комментариях, что вы думаете про вот эти события. Да. Большое вам спасибо за поддержку нашего канала. Поставьте лайк под видео. Подпишитесь на наш канал зрителям. Я обращаюсь к зрителям, конечно же, чтобы подписались. Ну, большая просьба. Поставить лайк это ко всем, конечно же. Больше лайков, больше комментариев. Больше вы делитесь, больше видят, больше знают. И вы сами понимаете. Больше нас видят с вами. И слушают нас с вами. Кто-то, что-то намотает на ус. А как же так? Как же так? Тишина и покой. Помните, как? А? Когда вот минималку поднимали, больше всех подняли. Во всем мире мы подняли по процентикам. Аж чуть ли не на 30%. Помните? Когда уже все страны давным-давно эту минималку получали. Давным-давно, еще в прошлом веке получали эту минималку. Которую сейчас минимальная зарплата, минимальные пенсии. Это отдельно. Все, друзья. Как-нибудь поговорим. До свидания. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Спасибо. До следующих видео, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok